Музыка Ну, во-первых, Дим, поздравляю, как я понимаю, у тебя день рождения Да, спасибо, спасибо Ну, и заодно и меня с ним выбираешься У него тоже недавно был Сколько там? Десять дней назад, да? Семь дней назад, неделя разница Вот, и первый вопрос, что у вас завело в Санкт-Петербург? Уже здесь у нас не были, ну, если не было, 8 или 10 Ну, нас завело сюда издательство Азбука, где у нас выходят книжки Просто так получилось, что когда уже мы собрались ехать на расконы, там, на всякие... На конвент, на презентации и так далее Нам позвонили сначала из книжного магазина буквоедного здания Вот, и сказали, что, типа, а раз вы уже выбираетесь в Москву, может, вы в Питер выберетесь? Мы вам встречу с считателями устроим Пока вы думали, к нам следующий, буквально через час, приходит письмо из издательства Азбука А не заедете ли вы в Питер, мы вам тут оставим встречу с считателями? Мы тут же отвечаем, о, тут как раз есть площадка, там буквоед предложил встречу Мы их моментально состыковали, ну, и вот, собственно, с нашим удовольствием поехали А чего так долго не приезжали в Питер? С чем это связано? А как-то поводов не было До Питера, ну, надо долго ехать Если так, пусть, там, сутки, ну, то есть, вот, дорога длинная, ну, летит, по-моему, да И действительно не было особо поводов Потому что мы же приезжаем, ну, когда вот приглашают, есть вот встреча какая-то большая, да Наверное, да, никаких других причин Как-то получилось, что все друзья, знакомые, там, издатели Или мы какие-то в Москву поезжали, или на каком-то конвенте, там, я знаю, там, в том же Крыму встречались, в Хайкове, еще где-то, вот И как-то получилось так, что до Питера мы не добирались Ну, кстати, очень рады, что наконец добрались Ну, слава богу, да А, значит, как я понимаю, первая и главная причина приезда в Санкт-Петербург, это вот выход третьей части, да, третьей части, финальной части очередного романа, трилогии про Айкумин Это как я, если не ошибаюсь, опять же, если я правильно помню, это третья трилогия про Айкумин А чем вот эта трилогия, дикарей Айкумин, отличается, и чем она похожа на две предыдущие? Ну, похожа она миром, потому что происходит все в этой общей вселенной А отличается одной проблемой, которая для нас была страшно интересной, и очень трудной в работе Главный герой, которому, по идее, читатель должен, ну, в какой-то мере симпатизировать, там, следить Сопереживать, там, волноваться за него Он, с одной стороны, хороший парень, военный, молодой офицер Он патриот своей расы, своей империи, он вояка Он, честно, выполняет свой долг, ну, то есть, вроде, как бы, вот, все правильно Одна беда, раса, хищники, все остальные для них, например, владельцы, все остальные для них расходные материалы, рабы И это их физиология, они не могут от нее никуда деться и отказаться И вот, можно ли сочувствовать и сопереживать волку, понимая, что ты мясо? Вот эта проблема для нас была страшно интересная, как ее правильно прописать, то есть, вот этот остросоциальный момент Ну, вообще, как я понимаю, там, главная связующая нить между всеми этими, тремя трилогиями, это эволюция над расы, такой антисеп, да? Вот, а как вы это повернули, я еще не читал третью часть, вот, как вы это повернули и куда дальше пойдет, собственно, эта тема, в этом направлении? Ну, у нас там получалось так, что для тех, кто, может быть, не читал, или не все читал Антисы, это, ну, особый тип людей, которые от природы обладают способностью переходить в волновое состояние И путешествовать между звезд в качестве, там, сгустка лучей и волн, вот, без всяких скафандров и так далее Со сверхсветовыми скоростями, вот такие исполины вселенной Ну, таких среди всех рас было очень мало, а в последней, в одной из предыдущих книг был найден способ, как несколько людей разных рас могут объединяться в коллективного антиса и обладать такими способностями, но уже вместе, только вот для этого нужно объединение людей разных рас Вроде бы, ну, замечательная идея, фактор объединения всех Метафора чудесная, конечно Да, да, нет, все было очень хорошо, но, естественно, как всегда начались политические доязги, наши в Каланте главнее, нет наших главнее, а надо бы поставить это на службу армии, ну, и так далее, и так далее, и так далее Вот эта проблема у нас, собственно, всплывает как раз в дикоях Айкумены В конце, вроде бы, находится решение, все-таки каланты начинают развиваться, но решение тоже довольно специфическое Политики, политиканы, они способны угробить любое хорошее гуманистическое коллективное решение, требующее объединения И что, когда потом находится второе решение, спасающее ситуацию, оно тоже не всегда идет А вообще как-то развивать эту вселенную, это направление в вашей литературе вы планируете, я имею в виду меры к Айкумены? Да, безусловно, планируем, это не потому, что здесь финал открытый, а здесь вполне закрытый финал этой истории То есть этот роман закончен, но он открывает ряд вопросов, которые у нас уже записаны, и о чем стоит поговорить Но это будет уже совсем другая история, и когда она будет, не знаю, мы не пишем книги подряд, в одном мире, вот подряд Потому что мы иначе будем их писать в одной стилистике, мы должны сами сильно измениться, чтобы каждый новый роман был другим Другой подход, другой язык Там наверняка будут совершенно другие главные герои, часть, конечно, каких-то социальных, мематических проблем перейдет из книги в книгу Но они, конечно же, будут уже рассматриваться под другим углом, и в принципе, это будет другая история Но, конечно, с какими-то определенными отголосками истории из этой книги и из предыдущей Ну, как я понимаю, это практически самый длинный ваш, если можно назвать это, цикл Да И в ракумене Меня просили поинтересоваться у вас, и откуда такая любых большим романом из трех книг, циклом вот таким вот объемистым? Мы почти всегда пишем большие романы, просто они настолько толстые, что в одной книге их трудно издать Например, «Черный баллон», «Одиссей сын лагер» — это роман, извините, по 45-50 авторских листов Ну, та же «Алькумена» и так далее, «Маг в законе» Ну, вообще... Этистский цикл, там, где вот «Шмагия», «Поют герои», «Гапия» То есть, в общем-то, вещи все отдельные, но тоже в одном мире происходят вместе, а получается здоровенные книги То есть мы, как правило, хотим либо крупной форме исследования роман, то это полноценный такой роман-барокко Со всеми завитушечками, которые свойственны жанру Или это небольшие вещи на 10-15 авторских листов, 12 в среднем, где уже грань романа и большой повести И у нас такая привычка, мы так мыслили То есть это связано с тем, что вы мыслите именно либо крупно, либо средно Либо средно Да, нет, бывают и рассказы, но как-то последние года три, наверное, рассказов не было Ну, потому что мы как-то закопались в эти вот наши большущие эпопеи Как-то было недорассказов Но это не значит, что мы их никогда писать не будем, думаю, до перегонсов Вы часто возвращаетесь в своем творчестве к античной мифологии Ну, там не так много, может быть, книжек, как в Гайкумене Но тоже довольно приручно Почему именно античная мифа, почему именно эту мифологию вы считаете столь созвучной в нашей эпохе? А, например, не Старшую Эду или, допустим, мифологию финно-уборскую? Античная мифология – колыбель нашей эпохии Все эти, абсолютно Потому что в какого художника, хоть возрождение, хоть позже мы не ткнемся То Персей с головой Медузы, то Зевс, похищающий Европу То Геракл, то еще кто-то В кого мы не ткнемся из писателей, все выросли на греческой мифологии И аллюзии проскакивают в каком угодно От Гессы до Льва Толстого В любом диапазоне Причем, да, и наши, и зарубежные В общем, действительно, вся европейская цивилизация Выросла на этой культуре в виде мифологии Вот, нет, ну, трогали и другие культуры, но Индийская, Китайская Ну, греческая, как-то она самая базовая Базовая, кстати, индийская тоже, мы же все-таки Индийская группа в какой-то в мире Ну, то роман, так что я сказала Мифология все-таки Но греческая, да, она вот самая базовая для нас Ну, кроме того, наверное, все-таки Ну, не только вся цивилизация, но и лично мы Ее, ну, наверное, лучше, чем другие мифологии знаем и любим Наверное, еще и поэтому Ну, что, например, уже скандинавскую Ну, лично я знаю меньше, чем греческую Скажем честно Но, тем не менее, у нас полно любителей На самом деле скандинавской И финно-угорской И других разных теней Да, понятно Как правило, авторы, которые затрагивают Используют активно ухологическую тему Они пишут либо о героях-богоискателях Либо о героях-богоборцах Вы, как правило, выбираете именно богоборцев С чем связан такой выбор? А мы, когда берем за базу какую-то мифологию Ну, декорации, что ли, да? Где существуют многобожие пантеонники То если мы понимаем, что боги Это те же люди, только с уникальными возможностями Это галса такая Они скрещиваются с людьми Они спокойно вместе сосуществуют Они дружат и враждуют Ну, ребята, ну а чем они тогда так сильно отличаются? От людей икс или там, людей икс Ну, нечего Ну, собственно говоря, да Просто рассматриваем систему социума В котором существуют граждане Вот данной страны или империи С определенными возможностями Выше человека Почему именно противостояние этим самым Субергероям-богам? Ну, во-первых, в основе любой истории Должен лежать какой-то конфликт Если у них, как говорится, мьет дружба жвачка То о чем писать? Во-вторых, подобные сюжеты действительно Ну, истории, конфликты Они лежат в основе мифологических первоисточников Вот, мы стараемся, да Наполнять какими-то своими мыслями Этическими, философскими Какими-то еще там, личностными Какими-то проблемами героев То, что мы пишем Ну, за основу-то мы все-таки берем реальные мифы А там это противостояние Прописано совершенно четко Мы его можем где-то усиливать Где-то подавать с другой стороны Но он там есть изначально Кроме этого, у человека сильно развит оксенофоба Он чужих терпеть не может Я поэтому абсолютно уверен Что если бы вдруг Не в игре, а в жизни Мы бы узнали, что рядом с нами в городе живут Какие-нибудь другие Похожие на нас Как бы люди Но они там вот за фасадами Мы бы их уничтожили за считанное время Просто потому что Несмотря на все свои способности Не на уровне поиграть в иных со способностями А люди к этому очень расположены В своем ареале Они терпеть не могут Кого-то чужого Да, хорошо Я понимаю, да Абсолютно с вами согласен Увы Но оно так и есть Почему в романе Крепость души моей Который вы написали в савторсе с Андреем Валентиновым Вы обращаетесь именно к Ветхому Завету Причем не просто к Ветхому Завету А к теме предательства и уничтожения Нам понадобился Ветхий Завет К этому замыслу Как эпоха В которой Бог есть любовь Еще не прозвучала Зато во всю звучит Око за око и зуб за зуб То есть мораль Ветхого Завета И в конце книги Мы приходим к Ветхе И Бог есть любовь К милосердию То есть это именно наши эпохи созвучны То есть нам надо было на материале нашей эпохи Прийти от Ветхого Завета А если не брать вот именно такие вот действительно Очень острые болезненные аспекты То нельзя было бы показать разницу и этот переход А какова была роль Андрея Валентиновича в работе Очень большая мы тут не скрываем Вообще этот проект задумался с Валентиновыми Диченко Это довольно давно было запланировано По одной повести он каждый Ну так планировалось Потом вдруг выяснилось что скажем Диченко очень занят сценариями Они не могут заработать над этим Ну в конце концов почему-то и нет Значит мы договорились в основном работать вместе с Валентиновыми И мы тут абсолютно не скрываем технологию Первая повесть написана совместно Овде и Валентиновым Вторая повесть написана Валентиновым И третья повесть написана Валентиновым То есть это было абсолютно равноправное соавторство Как на уровне идей, сюжетов, количество написанного текста И далее по списку То есть мы не смешивались Даже первая повесть мы писали вместе Там сразу видно по персонажам Какая половина повести написана Овде Потом повесть Валентиновая И мы писали это Ну да это перебивка замены Там все видно мы не скрывались абсолютно И уже не о литературе То есть о литературе Но скорее о литературной политике вопрос Что нужно делать писателю-фантасту Практически На практический аспект Что нужно делать писателю-фантасту Для того чтобы его книги стали достоянием не только массового читателя Но и читателя квалифицированного Для того чтобы они были каким-то информационным поводом Не только, скажем, для встречи с читателями на базе книжного магазина Но и для, скажем, каких-то интервью в прессе Для каких-то рецензий Которые выходят в том числе и в качественной прессе Ну вот именно как информационный повод Очень хочется процитировать любимую фразу Писать надо лучше Но я думаю конечно это слишком общее Естественно этим все не исчерпывается Как по мне Литература это то что Это уже не безотносительно фантастики Но фантастики это точно так же относится К любому другому направлению литературы Это то что в книге находится сверх просто Рассказанная интересная история Или неинтересная У кого как получится Вот когда сверху есть Литературный язык Какой-то культурный багаж Какие-то аллюзии Какие-то параллели с современностью Не обязательно с античности Это уже кто на что учился Но с современностью С общим культурным наследием Что то еще То есть то что есть сверх истории То что человек может примерить на себя Провести какие-то параллели со своей жизнью Или с обществом Или со своими друзьями Знакомыми и родственниками То что он может получить Ну в эстетическом плане В конце концов В плане вот каких-то вот Красот, стиля, языка и так далее Каких-то мыслей Вот если все это Или хотя бы часть этого Есть кроме просто Интересно рассказывая Рассказанной истории То это независимо от того Фантастика, не фантастика Что это такое Это включает произведение В общее поле литературы Тогда есть шанс быть Услышанным более широким Крупом читателей Критиками Литературоведами Заинтересовать Только фэм Скажем так Ну я бы добавил Что когда работаешь над книгой Лучше вообще не представлять себе Читателя с некими требованиями А работать я и книга То есть читатель который чего-то хочет В этом будет присутствовать Только когда я закончил А если уже не можешь это делать То представляй себе читателя Который мне и тебе Тогда все получится да, это причем совершенно одно не исключает Другого То есть вот эти принципы Это тоже мы Они не Потому что мы хотим понравится Вот такому то читателю Ну а такому то критику Просто мы считаем, что Ну как бы вот просто Рассказать интересную историю Да, иногда можно Рассказать просто интересную историю Но в целом иногда все таки Хочется сказать немножко больше Чем просто интересную историю Тогда история инструментlever А не целый Для того чтобы рассказывать интересную историю это надо владеть определенными теоретическими приемами, это надо владеть определенными принципами драматургии, в последнюю очередь. Какой стимул у писателя, вот вы много общаетесь сейчас с молодыми и современными нашими фантастами начинающими, в том числе с начинающими, какой стимул, какая мотивация для расширения кругозора, для владевания вот этими самыми приемами, что их заставляет, что должно заставлять человека и собежущего этим всем? Хочется говорить выспренними фразами, поднять сейчас пафос разговора и начать высокие материи затрагивать. Но если этого всего не касаться, а мы же видим этих авторов, которые пишут, и пишут не для того, чтобы продаться побыстрее за какие-то деньги, хочется высказаться. Есть нечто наболевшее, проблемы, которые волнуют. Есть желание, ну как вот есть инстинкт размножения, вот у него желание размножиться культурно, на свой опыт, свои проблемы, передать максимально широкому ареалу, максимально широкой популяции читателей. Своё видение какое-то, вот свой, может быть, взгляд, не обязательно там на какие-то глобальные проблемы, но хотя бы на небольшие, свою, ну хотя бы свою стилистическую особенность, своё «я» как-то выразить в книге. То есть свой опыт выразить, преломить его через призму множественного, вымысла, литературы и так далее, ну поделиться опытом. То есть это всё внутреннее стимулы, всё, что мы перечислили, это вот именно внутреннее стимулы, потребность самовыражения, высказывания, чем есть поделиться, чего наболело, чего хочется передать. Это то, что заставляет человеку просто писать. А что заставляет, извините, писать нудшу? Вот. Там, раз уже, а фраза? Наличие таланта. И всё. Талант – это то, что меня подхлёстывает. Если вот, талант – это огонь. Кому-то Бог дал больше, кому-то меньше, но если он горит, он жжёт. И тогда ты начинаешь от этих ожогов, ну дёргаться, двигаться, предпринимать какие-то действия. Бездарность с удовольствием сидит на круглой попе и шлёпает текст за текстом, ей ничего не мучает. Ну, кроме там наличия денег на банковском счёте. Нет, может быть, даже и это не мучает. Да, то есть совершенно необязательно. Есть люди, которые совершенно бескорыстно пишут. Лабуду, скажем так. Есть такие. А, ну, опять же, вот по себе скажем, не знаю, насколько большой у нас или маленький талант, но не хвастаясь, могу сказать, он как минимум есть. Вот это бремя. Это не есть мысль, какие мы молодцы. А в смысле то, что вот когда ты 20 раз переписываешь один и тот же абзац, потому что вот видишь, что плохо, что нужно лучше, что здесь не так, здесь арцент не тот, здесь фраза не такая, здесь вот не так выразился. Вот, потом, наконец, смотришь, вот, да, наконец, вот, сделал так, как оно должно быть. Когда я не удовлетворён собой, то наличие денег на счету или, скажем, там, отопление в квартире не настолько меня греет, насколько я вот недоволен, вот мне плохо, я хожу, да, и так далее. И, наоборот, когда я доволен собой, то, в общем-то, все остальные факторы, как бы, отламываются. Я всё равно доволен. Я вот эту фразу сделал, хожу два дня домой. Убедительные. Это то, что психологи называют амбициозностью, наверное, внутренней, да, да. Ну, и в завершение нашей небольшой беседы, на сколько время подходит к концу, вопрос банальный и, так бы, обязательно, практически. Каковы ваши, извините, творческие планы? Что нам ждать от вас в ближайшем времени? Вот у нас есть отличный сюрприз. Дело в том, что последние два-три, с лишним месяца, мы очень активно и плодотворно работали. Вот. Писали много. Очень надеюсь, что хорошо, но это уже судить читателю. По крайней мере, мы получали от этого большое удовольствие. Хотя не всё получалось и приходилось переделывать то, о чём мы говорили. Но еще придётся немножко доработать, но последнюю точку в новом романе мы уже поставили. Теперь остаётся только авторская редактура. Вот. И роман этот будет называться... Следующее название, мы ещё не знаем, но скорее всего будет называться... Хорошо. Он будет называться, наверное, Шерлок Холмс против марсиан. Ммм... иногда по 9. Это было гораздо интереснее, чем вот это вот выяснять, чем стрелять из автомата Калашникова в контакт. Да-да-да, диванные войска. Вот-вот-вот. Вот это мы много работали. Вдруг раз смотрим, заканчиваем. Сейчас вернёмся, будем делать авторскую редактуру, ещё дней 10. Ну, в целом, дописали. Отлично. Будем ждать. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.